хороший вопрос елена задает в инстаграм сейчас предлагает много разных психологических марафонов за деньги дурят людей да я полностью согласен с вами это глупость но понимаете есть люди которые находятся в поиске чего-то интересного не они очень часто увлекаются подобным пока люди не знают что правильно что неправильно они попадаются на подобные вещи это конечно грустно но это особая категория людей которые любят различные курсы различные марафоны желаний и тому подобное то есть сейчас мы живем в такое время когда люди могут предлагать абсолютно какие-то абсурдные вещи и находят тех кто их будет слушать и верить даже если абсолютно это какой-то брит поэтому нам надо быть очень осторожными понимать что все вот эти марафоны желаний и доски желаний там много все что это делают люди которые увлекаются в эти темы это все по сути оккультизм то есть это желание подчинить себе какие-то силы это такое современное колдовство но завуалированная под что-то психологическое а по сути это то же самое как в какие-то средние века люди занимались там гадания только раньше там нужно было найти не знаю какую-нибудь лапку лягушки там еще что-то до отвара какие-то сделать сейчас люди придумывают себе марафоны желаний на самом деле это очень опасная вещь потому что подобные тренинги они очень часто разрушают психику человека когда человеку навязываются какие-то желания которые для него чужды допустим живет человек и живет все у него хорошо а ему говорят ты знаешь если у тебя нету последней модели телефона значит и неудачник если у тебя машина дешевая значит и неудачник если у тебя нету миллиона долларов значит вообще лузер по жизни понимаете это подается как истина в последней инстанции и люди которые не имеют внутреннего стержня они начинают действительно в это верить и думают как же так им говорят но купил от курс какой-то там за 50 тысяч рублей да и за месяц ты станешь миллионером и люди в это верят и сейчас очень многие проходят подобное обучение разумеется это приводит к психологическим кризисам у людей потому что они понимают что эти цели для них недостижимы а жить как раньше им уже неприятно и некоторые совершают такие глупости когда уходят с работы там даже закладывают квартиры которые в наследство людям достаются и остается вообще без ничего без работы без жилья в цель в погоне за какой-то призрачной целью хотя на самом деле живи человек спокойно как жил и радуйся жизни благодаря бога за то что имеешь если это тоже игра на человеческих страстях на жадности и тому подобных вещах поэтому я думаю что у всех нас есть подобные знакомые которые увлекаются такими вещами знаете что ни в коем случае делать этого нельзя мне тоже периодически люди пишут и говорят батюшка благословите там пройти марафон желаний или благословите обучение там на таких-то курсах я всегда говорю что делать этого нельзя и никогда такие вещи не благословлял потому что это ну по сути такие помните как всем известная сказка про буратино там были год базилио и леса алиса вот это такие же люди сейчас делают подобные курс